САМЫЙ ПЕРЕДНЫЙ ПОЛИЦИИ ВСЕОБЩАЯ ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ СССР ПОЗВОЛИЛА НАЧАТЬ МАССОВОЕ ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕКТРОВОЗОВ В 1953 году конструкторами Новочеркасского электровозостроительного завода был создан мощный двухсекционный восьмёсный грузовой электровоз постоянного тока Н8 Долгое время эта машина оставалась самым мощным электровозом в стране В 1963 году после известных событий на заводе электровоз был переименован ВЛ Владимир Ленин 8 Эта могучая надёжная машина, имевшая скорость до 90 км в час работала как с грузовыми, так и с пассажирскими поездами в том числе на курортном участке Туапсе Адлер Её изображали на почтовых марках и открытках, в учебниках для детей ВЛ-8 работали на самых напряжённых участках железных дорог России на постоянном токе Плоть до середины 1990-х годов Перед нами последний действующий экземпляр этой машины, которая наверняка в памяти у многих гостей нашего парада Сохранённой при участии Всероссийского общества любителей железных дорог Главко-локомотивного хозяйства МПС и в НИИЖТ в середине 1990-х годов Электровозом управляет машинист Владимир Евгеньевич Оханов Главко-локомотивного хозяйства МПС и в 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 МПС.